В эфире выпуск. С вами Ксения Шереметьева и о главных событиях к этому часу. Удар баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по Днепропетровскому «Южмашу» стал шоком для Запада и настоящей сенсацией для мировых СМИ. Как известно, предприятие обладало серьезной материально-технической базой, где было налажено производство ракетной техники и другого оружия. Как подчеркнул президент Владимир Путин, решение о применении нового оружия было принято в ответ на легализацию США ударов по территории России с применением дальнобойных ракет «Атакамс» и «Штормшеду». По словам главы государства, Россия предпочитает мирные средства, но готова к любому развитию событий, если Украина и ее западные партнеры продолжат идти по пути эскалации. Это положение также нашло отражение в обновленной редакции «Ядерная доктрина России», в соответствии с которой среди условий применения ядерного оружия значится запуск баллистических ракет. О обновленной ядерной доктрине и о том, насколько своевременно она появилась. Сегодня мы переживаем момент истины, и не какой-то распределенный по времени на несколько лет. Именно сейчас решается, удастся ли горстке безумцев, которые пока еще находятся в Белом доме, в Вашингтоне, куда-то увести мир в сторону Третьей мировой войны, к глобальному военному противостоянию, к ядерным грибам на горизонте и ближе. Я отвечаю, нет, не удастся. Сегодня президент России, вокруг идей и подходов которого сформировано новое глобальное большинство, значительная часть стран большого евразийского континента, страны Африки, Латинской Америки, большая часть населения планеты, и это не англо-саксонский мир, выступают против войны и выступают против однополярного миропорядка, где в Вашингтоне было приниматься решение о судьбах мира, о том, куда и когда вводить войска, о том, кого считать правильным государством, а кого якобы изгоем. Все это безвразвратно уходит в прошлое. Мир будет многополярным, и каждая страна будет сама определять свою судьбу. А что касается последнего в человеческой истории нацистского режима, марионеточной хунты Зеленского на Украине и тех, кто этот режим поддерживает, и готовы наносить удары высокоточным американским оружием по территории России, ответ, и сегодня это понятно всем, будет адекватным. Сегодня количество наших сторонников в мире форсировано, быстро возрастает. Поэтому будем поддерживать то, что сегодня происходит с подачи президента, формирование нового глобального большинства, противостоящего безумству того, кто уже сейчас даже не является, пожалуй, коллективным Западом, кто является мировым меньшинством. И меньшинством с каждым днем все меньшим. Стал известен состав новой администрации избранного президента Дональда Трампа. В его команду вошли в основном ультраконсервативные политики, выступающие против мигрантов и военной помощи киевскому режиму. По оценке экспертов, некоторые назначения стали полной неожиданностью. Подробнее об этом депутат от ЛДПР Андрей Луговой. Ну а что касается вот этого решения Байдена, то мне кажется, здесь вот еще в чем причина. И судя по тому, как действует сейчас Трамп, как назначает свою команду, достаточно поспешно, достаточно молодых, амбициозных и таких экстраординарных, экзальтированных в чем-то людей, говорит о том, что он вдолгую размышляет. Он теперь понимает, что для того, чтобы остаться республиканцем и на следующие 4 года, после этих 4 лет, они должны просто перевернуть всю ту администрацию, которая до этого все время существовала, начиная с после Второй мировой войны. Не будет никаких республиканцев. То, что делает Трамп, в этом плане очень интересно. Он делает трампистов. Да, делает трампистов. Из представителей двух партий. Совершенно верно. Я как раз об этом хотел сказать. Он как раз ломает полностью, он осушает не просто болото, он ломает партийную структуру. Трамп де-факто проводит революцию. И поэтому сейчас будет самое интересное, как он столкнется с попыткой не утвердить его кандидатов, какая будет у него реакция. Вот это будет такой тестик. Поэтому я хотел сказать слово перестройка, но оно слишком мягкое. Хороший, хороший. Революция тоже более такой прямой слов. Битие посуды. И поэтому, конечно, Байдену ничего не стоит. Но сделать все для того, чтобы начало пути старт Трампа, трампистов, республиканцев, был максимально обгажен. Тем более, что главный вектор, один из основных векторов Трампа во внешней политике, прежде всего, это решение украинской проблемы. Накануне в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий механизм исключения организаций, в том числе иностранных и международных, из списка террористических. Авторы инициативы указали, что в российском законодательстве нет документа, допускающего приостановление запрета в случае, если организация прекратила деятельность по поддержке терроризма. Прежде всего, это касается движения «Талибан», которое Кремль намерен исключить из списка запрещенных. К такому решению неоднократно призывал основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Хочу обратить внимание, что очередное пророчество Жириновского сбывается. В отношении «Талибан» в ближайшее время будут приняты соответствующие решения. Жириновский, встречаясь здесь с делегацией из Афганистана в 2009 году, говорил о том, о чем сейчас уже будут говорить на уровне федеральной власти нашей страны. Алжир в этом году отмечает 70-летие своей независимости. Одна из важнейших французских колоний стала независимым государством в результате долгой и кровопролитной национально-освободительной борьбы. Война за независимость Алжира продолжалась 7,5 лет с ноября 1954 по март 1962 года. Национальный праздник Алжира, День революции, отмечается ежегодно и является для страны символом свободы. В ноябре 2024 года наш братский народ Алжира празднует 70-летие независимости. Причем независимости от Франции. Алжир был долгие годы колонией. И, конечно, та борьба, которую алжирский народ вел против колонизаторов, была тяжелая борьба. Более полутора миллион человек погибло. И, конечно, для нас сегодня Алжир является очень важным партнером на африканском континенте. Посмотрите, какая страна, размер. Почти как вся Европа. И буквально недавно была поездка наших депутатов в Алжир. То есть это говорит о том, что Россия очень стремительно возвращается в Африку. Это очень хорошо. Мы во фракции ЛДПР приветствуем те усилия, которые сегодня есть с двух сторон. Мы будем всячески помогать. И то мероприятие, которое прошло с приглашением десятков послов, не только африканских, но и послов из других континентов, страны, где уважают миролюбивую политику и России, и Алжира. Конечно, мероприятие прошло шикарно. И еще раз со стороны руководства Алжира были очень теплые слова в отношении наших бойцов, которые еще в советское время помогали народу Алжира восстановить свою независимость от колонизаторов. Это очень важно, что чтят и помнят советских воинов, которые многие отдали свою жизнь, многие получили ранения. Но на мероприятии были и те, кто реально участвовал в этих событиях, наши русские воины. Конечно, это воины в очень преклонном возрасте, но для нас они еще более ценны. Мы благодарим всех, кто участвовал в тех событиях, помогал народу Алжира восстановить независимость и создать свое собственное государство. 70 лет независимости – это огромный срок, это замечательная дата. Мы поздравляем народ Алжира с этим прекрасным днем. В стенах Государственной Думы состоялась межпарламентская конференция стран СНГ, посвященная 80-летию общей победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в следующем году. В рамках заседания парламентарии представили совместные проекты по сохранению мемориального наследия и увековечиванию подвига многонационального советского народа. Вы успешно участвуете в парламентских выборах, и это вселяет надежду как на наше совместное развитие, так и на то, что это будет сигналом гражданам других стран, которым приходится сегодня сталкиваться с самоубийцами в их органах управления. Мы очень надеемся, что вот та положительная тенденция, которая сегодня складывается в странах нового международного большинства, она образумит и этих безумцев, и так или иначе мы сумеем действительно сохранить мир на нашей планете. Я бы хотел вслед за своими старшими товарищами напомнить о том, что действительно сегодня очень важен диалог между разными партиями. Ровно об этом 35 лет тому назад говорил основатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. В декабре мы будем отмечать этот важный политический день, приглашаем вас всех принять в нем участие. Сегодня председатель партии Леонид Эдуардович Слуцкий имеет прямое отношение ко всей проблематике нашей с вами конференции. Он был предшественником Леонида Ивановича Калашникова в свое время на посту председателя комитета по делам Содружества независимых государств. В настоящее время совмещает партийную деятельность с руководством международным комитетом. Я не случайно упомянул Владимира Вольфовича Жириновского, для того чтобы, может быть, вместе с вами сейчас попытаться представить себе, а что если бы тогда, 35 лет назад, удалось бы предотвратить те негативные тенденции, которые господин Фукуяма самонадеянно назвал концом истории. В 1962 году планета была близка к тому состоянию, в котором мы находимся сегодня. Вы помните, Карибский кризис случился из-за гораздо меньших факторов тревог и рисков. Достаточно было сбить одного американского летчика-шпиона над нашей территорией, которая была нашей совместной с вами территорией, для того чтобы остановить американских империалистов и вернуть народному миру надежду на достойную жизнь. Я думаю, что если бы 35 лет назад мы бы сохранили результат 1945 года и не выводили бы свои войска из Восточной Европы, никаких конфликтов бы не было, начиная с того самого 1989 года никогда и ни разу. Не было бы тех отложенных конфликтов, потому что они бы побоялись. И это тоже очень важный момент для понимания того, на чем зиждется наша с вами солидарность. Не только в прошлом, но и в настоящем, а также в будущем. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о налоговых льготах для организации радиоэлектронной промышленности. В соответствии с документом, ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, предусматривается в размере 8%. До конца этого года ставка составит 3%, отмечают парламентарии. Мы рассмотрим изменения в налоговый кодекс. Они коснутся предоставления льгот для наших отечественных производителей, которые производят радиоэлектронную продукцию. Это выполнение перечня поручений президента Российской Федерации. ЛДПР поддерживает наши поправки. Предложения были заточены на развитие техномерского суверенитета. И, конечно, мы ожидаем от производителей качественной продукции в ближайшее время. На это им будет предоставлена льгота на 3 года. 2025-2027 годы. Заморководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Станислав Наумов поблагодарил главу Тверской области Игоря Руденю за быстрое решение проблем, связанных с перебоями электричества в селе Вакумово. Ранее во время всероссийского приема ЛДПР местные жители обратились к парламентарию с просьбой ускорить ремонтно-восстановительные работы. Вопрос уже решен. На прошлой неделе сильнейший снегопад создал проблемы с энергоснабжением в Тверской области. Жители сельского поселения Вакумовское в рамках субботнего всероссийского приема граждан по личным вопросам обратились ко мне с просьбой содействовать в ускорении восстановления энергоснабжения. Я редко когда говорю добрые слова в адрес губернаторов, но в данном случае хочу поблагодарить Игоря Михайловича Руденю. Сегодня ночью свет и тепло в этом сельском поселении появилось. Остальные обращения граждан мы также направим к главе Тверской области. Спасибо, Игорь Михайлович. Продолжение следует...